Нет! Как постирать белье? Включилась камера и все так замолчали! Ведите себя естественно! Родители, друзья, мы в Лондоне находимся. Это такое место, где можно постирать белье. Вот такой вот лайфхак. Смотрите, заливаете жижу туда, закладываете белье, нажимаете кнопку, и чудеса! Она начинает стирать! Да, проект Америка для успешных новый ведущий появился. Дмитрий Дмитриев, приветствуем его! Саша теперь оператор, оператор большого телефона. Да, большого телефона. Значит, как эмигранты по приезду, когда у них дома нет стиральной машины, справляются со стиркой вещей? Вот, смотрите, есть такие общественные стиральные штуки, машины. Надежда, что вы делаете? Саня, угадай все образы. Манитры запихивают. Так, Надежда запихивает. Сколько стоит одна стирка? Маленькая машина 2 бакса, побольше 3 бакса, еще побольше 4, а еще побольше 5. Так, ну это средняя, получается? Да, маленькая. Ага, вон там здоровые. Здоровых, походу, стирают, там одеяло и все такое. А как насчет гигиены? Ну, я к тому, что не стесняйтесь, что вот тут как бы стирают разные люди, приходят. Мы не сами, да? Загружаешь две машины, получается? Да. Смотрите, вот оно равноправие. Женщина стирает, работает, а мужчины смотрят. Они охраняют, контролируют, контролируют. Вот. Все правильно, провайдер. И вот, короче, у нас такие сушилки. Тут даже просто оставил свое белье, потом, наверное, придут, заберут. Что можно выиграть? Можно выиграть монеты. А, ну тут как бы беспроигрышно, причем сколько дашь, столько и выиграешь в монетах. Да, разменный автомат. Кто забыл с собой порошок, могут сюда монетки тоже забросить. Порошок получить. Кстати, по-моему, это такая уникальная для Америки вещь, стиральная машина. Потому что наши люди, ну, общественные стиралки, потому что наши люди привыкли стирать руками, там, замачивать в ванной, сушить на улице, на веревках. Здесь такого нет, здесь... Да, давно не был в России. Я давно не был в России? А что, теперь в России есть стиральные штуки такие? А, даже в Ярославле, откуда я, открылась такая... Как ее назвали? Назвали какая-то, какая-то что-то... А, прачечное самообслуживание. И открыли ее недалеко от студенческого общежития. То есть, все то же самое. То есть, просто стоят стиралки, сушилки, приходишь, стираешь для студентов. А так, обычно, в России почти все стараются на каждый день из первых вещей купить себе стиралку. Ммм... Домой. Интересно. Так что... Мы развились там. За прогрессом. За последние пять лет. Если я не ошибаюсь, просто нам, по-моему, по договору нельзя. Да, потому что дом ветхий, нельзя его трясти. Шатать. Я твоя труба шатал. Аккуратно с такими заявлениями в последних событиях в России. А что такое? Что случилось в России? Расскажи. Я думаю, все, кто смотрит видео в России, знают, что случилось с Бирюлевой и в всех остальных местах. Там стиральные машины запретили или что? Конечно, я не знаю своего блога, я могу про политику говорить. Окей. Да, Саш, перестань, ты же знаешь, что там происходит. Я думаю, ты следишь. Не знаю. Леха столько всего может сказать про эту тему. Это вообще просто. Он мониторит новости каждый день там. Я не хочу этого делать. Давай, давай. Его главное завести немного и его понесет просто. Нет, меня сегодня на троллинг я не ведусь. Так что там с политикой в России, Леш? Да не все, короче, давай про что-нибудь другое, я не хочу поговорить. Это опять такой базар. Да, короче. Ладно, в общем, мы вам показали стиралку в машине, так что будьте готовы. Если у вас нет машины стиральной, то придется ходить в Ландри и, не знаю, стирать ванню руками. Все, пока. Все, у вас есть ванна. Да, есть ванна. Все, у вас есть ванна. Продолжение следует...